Регионы Казахстана развивают экспортный потенциал. Основной зарубежный рынок для предпринимателей Актюбинской области, Россия, однако и другие соседние страны заинтересованы в сотрудничестве. Так, Актюбинский мелькомбинат отправляет свою продукцию в Узбекистан, Туркменистан, ведутся переговоры о поставках в Китай. На заводе готовы увеличить мощности, чтобы нарастить объемы экспорта. В сутки здесь перерабатывают свыше полутысячи тонн зерна и каждый месяц отправляют на экспорт 1500 тонн муки. Поставки в Российскую Федерацию проходят очень быстро, легко, никаких нет сложностей ни по оформлению документов, ни по получению денежных средств за нашу продукцию. Наши предприятия на сегодняшний день выходят на рынки других стран не только сырьем, но и готовой продукцией. Это трубы, рельсы, продукция строительного сектора, есть продукты агропромышленного комплекса, готовые продукты питания. Активизирует взаимодействие и Костанайская область. Внешнеторговый оборот региона за 11 месяцев прошлого года превысил 2,6 млрд долларов. Показатель, согласно официальным данным, вырос почти на 50%. Промышленные предприятия и производственные площадки региона увеличили поставки легковых автомобилей и другого транспорта в 9 раз. Спросом за рубежом пользуется молочная продукция региона. С партнерами по ЕАЭС местные предприниматели наторговали на 1 млрд долларов. 95% экспорт нашей продукции Костанайской области направляется в Российскую Федерацию, так как наше географическое месторасположение граничено с тремя областями Российской Федерации. 3,2% Белоруссии и Армении 0,06% и также уходит Кыргызстан, оставшись там 2%. Всё больше различной продукции отправляет на экспорт Алматинская область. Поставки за рубеж открыл и мешкотарный завод в Балхашском районе. Предприятие наладило сбыт в соседний Кыргызстан. Небольшое производство в год упускает более 1 млн штук мешков. Отметим при этом всё сырьё, используемое в производстве, полностью отечественное. Поскольку мы сами выращиваем рис, решили наладить своё производство мешков. Затем уже местные производители стали заказывать. Ну а следом и переработчики сои и гречки расширили производство. Отметим, этот год должен стать рекордным для казахстанского несырьевого экспорта. Ставка делается и на расширение географии поставок. На эти цели в рамках послания главы государства на предстоящие три года выделено 500 млрд тенге. Продолжение следует...